Жители 47 округа, проживающие по улице Асамбая-Аскарова, ночью, как правило, сидят без света, а днем без воды. Они уверяют, что у них и вовсе нет водопровода. Олейшка Лоньки во дворах, хотя проживают не в селе, а в городе. Обижаются люди и на плохие дороги. Их жалобы выслушали наши корреспонденты, выехав на место. На улице Асамбая-Аскарова порядка 30-40 домов. Его жильцы последние 6-7 лет постоянно говорят о своих проблемах во всех инстанциях. Однако, как говорится, вовсе ныне там. Воду так и приходится носить с колодца. Уверяют, что с прошлого года активно стучались во все двери Акимата. Но дальше слов дела не пошло. Кому теперь верить, вопрошают жильцы. У нас нет воды. У всех лишь колодцы. Только успевай ее выкачивать. Власти лишь обещают. Пусть к нам придут и посмотрят, как мы здесь мучаемся. Пусть попьют чай из этой воды. На свет наш ночью посмотрят. Писали мы в электросеть. Пришли, посмотрели и сказали, что это их не касается. Написали в Акимат. Оттуда пришли люди и пообещали, что все измерят. Дворы посчитают и на тендер выставят. После как его выиграют, мол, здесь трансформатор поставим. Письмо пришло, что деньги выделены. Но говорят, у вас не 35, а 100 домов. Поэтому заново надо на тендер выставлять. Вот так. Другая беда здешних жителей – это частое отключение света в домах. Как вечер, так проблема. Это тут как тут. Электросети старые, слабые, напряжение не выдерживает. Сколько дорогой бытовой техники приборов сгорело, жалуются люди. Новый холодильник вот купили. Это напряжение вообще не тянет. Это я на себе испытал. У меня и стиральная машина. И мотор сгорели. Все по новой пришлось покупать. Кто будет за это нести ответственность? Никому нет дела. Говорят, чините сами. Жильцам не везет не только с водой и светом. Дороги тоже допотопные у нас, сетуют они. В дожде грязь непролазная, летом пыль столбом. Вот эту дорогу сами постелили. А так пыли по колено было. Весной и осенью здесь болото. Жалко детей, как они добираются до школы. Вы бы видели. Собрались тогда мы всей улицей и решили, что придется самим все делать. Щебню привезли. Более-менее сейчас стало. Наслушавшись нескончаемых жалоб о своей тяжкой жизни от жителей улицы, отправились мы с камерой к представителям местной власти. Но кроме пустых увертываний и пустых обещаний про будущее, ничего не услышали. Жители же приготовились поделиться своими проблемами с президентом страны. Кулеш Умурзак, Велес Кудербек, 77 Ньюс.